Государственной архивной службе России 95 лет. Местное хранилище отметит эту солидную дату через год, 1 июля. Ивановские архивисты – люди, преданные своей профессии. На торжественном собрании чествуют лучших работников. Наталья Муравьева трудится в архивной службе с 1975 года. И первые мои шаги, еще девочки после школы, исполнила запросы граждан. И вот я сразу почувствовала, насколько важна эта работа, когда подтверждаешь людям стаж, заработную плату для пенсии. Их искренняя благодарность, то есть отдача очень большая, и это как бы дает силы. Иваново-Вознесенская губерния – ровесница государственной архивной службы. Образованию региона посвящена документально-историческая выставка. Из архивных фондов достали на всеобщее знакомление документы, которым почти 100 лет. Крупный промышленный город Иваново – Шуйского уезда Владимирской губернии. Такое положение дел выглядело абсурдно. Назрела необходимость создать отдельную Иваново-Вознесенскую губернию. Подтолкнуло к этому белогвардейский мятеж в Ярославле, когда Ленин и руководство большевистской партии поняли, что в старых губернских городах у них нет такой серьезной социальной опоры, как в рабочем Иваново-Вознесенске. Поэтому вот возникла Иваново-Вознесенская губерния. Безусловно, главным инициатором создания губернии и ее первым губернатором был Михаил Фрунзе. Личные документы Фрунзе и его соратников – самые ценные экспонаты выставки. Личные дела из фонда Губкома РКПБ, порта архива обкома КПСС. Там личные листки по учету кадров, например, анкеты общества старых большевиков. Например, имеется дактилоскопическая карта, составленная еще в 1915 году. Многие документы представлены на обозрении широкой публики впервые. Особенно интересны экземпляры газетного фонда и фотоколлекции архива.